Теплосети греют улицу, а не квартиру, считает Ольга, жительница дома номер 18 по улице Новоселов. Говорит, что для того, чтобы согреться, приходится одеваться очень тепло. В ее квартире сейчас плюс 18. В домах холодно. И давно у вас так? Ну, сначала топить на все дома. Очень холодно. Вот сейчас ходишь в теплой одежде, иногда в валенках. Посерьезно. Ситуация с наземной теплосетью повторяется из года в год. Оголенные трубы утепляют, а буквально через день вандалы срывают с них изоляцию. Малолетки, они сдирают. Их каждый год утепляют, а они приходят, они все сдирают. Смысла никакого нету. Они каждый раз приходят, их убирают. И хоть эти ходят, ППСники, они там, если кого-то ловят, они приходят здесь и еще в другом месте тоже дроби сдирают. Генот их изолирует там кто? Организация, правильно? Через день они все раскрыты. Вандализм сплошной. Посмотри, что это не вандализм. Постоянные посиделки, грязь. Молодежь. Возраст, начиная с такого и заканчивая взрослыми мужчинами, которые пьют вместе, ругаются, курят. Что двигало варварами, непонятно. Вряд ли кто-то из них задумывается, что оголенная теплотрасса в холодное время года будет отапливать улицу. А деньги рязанцев, которые оплачивают услуги тепловиков, улетят на ветер. На данном участке наше предприятие восстанавливает систематически тепловую изоляцию в связи с тем, что присутствуют акты вандализма. И эта изоляция просто уничтожается, срезается, обрывается. Вот. И в прошлом году была такая же ситуация. И в этом году буквально мы восстановили изоляцию. На следующий день приехали, она вся оборвана, значит, лежит на земле. 26 ноября сотрудники теплосетей вновь выехали на улицу Новоселов, чтобы заизолировать трубы. На этих кадрах видно, как они проводят работы, утепляют теплосеть. А это видео, которое было снято на следующий день. Вандалы снова оборвали изоляцию. Обращаюсь к гражданам, ко всем нашим, к населению, поскольку это деньги ваши, наши в том числе. И понятно, что если такие случаи наблюдаются, необходимо их пресекать, сообщать в определенные органы, чтобы для принятия мер. А вот теперь памятка для тех, кто любит срывать теплоизоляцию. По статье КОАП это всего лишь тысяча рублей. Но правоохранители готовы применять статью 214 Уголовного кодекса. А это другая мера ответственности. До трех лет лишения свободы. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».